Броакингс, США, Трамп, группа семьи и его репутация марионетки Путина. Джон Худак, The Broakings Institute On, США. 30 августа 2019 года. Во Франции саммит группы семьи завершился тревожными словами президента Трампа. Господин Трамп предложил в следующем году провести саммит в Соединенных Штатах на его личном курорте. Трамп нашнул дароль Майами, и что он непременно пригласит Владимира Путина в качестве особого гостя на этот саммит, от участия в котором российский диктатор был незамедлительно отстранен после того, как незаконно аннексировал Крым в 2014 году. Некоторые могут поспорить о политических плюсах и минусах решения пригласить Путина на свою территорию, а не держать его на расстоянии вытянутой руки. Однако, если оставить в стороне политические дебаты, приглашение Путина на встречу семерки и то, что для саммита выбрано место, доход от которого получает сам президент, воспринимается как политическая катастрофа. Пригласить Путина, чтобы он оценил с близкого расстояния свою кампанию против Америки. Следующая встреча семерки примерно совпадает по времени со съездами национальных партий, когда господин Трамп скорее всего примет повторное выдвижение в качестве кандидата от своей партии на пост президента, а демократическая партия выберет своего кандидата, которому предстоит сразиться с Ганном Трампом на промежуточных выборах. На предвыборной гонке 2020 года предметом обсуждений станет, в том числе, безопасность выборов в Америке, вмешательство россиян в выборы 2016 года, а также текущие кибератаки Путина и вмешательство в выборы 2020 года. Если президент Трамп пригласит Путина в Дораль, он на блюдечке с голубой каемочкой преподнесет демократической партии повод для политических нападок. Не придется долго ждать, чтобы кандидат от демократической партии или его представители по связям с общественностью записали политическую рекламу и начали кричать на всех кабельных каналах фразы Хилари Клинтон, прозвучавшую во время дебатов на президентских выборах 2016 года. Путин предпочел бы иметь на посту президента марионетку. А после семерки появится множество фото, на которых сияющий господин Трамп будет запечатлен сидящим бок о бок с российским диктатором на американской земле. Хотя республиканские избиратели будут презрительно фыркать, насмехаясь над подобными нападками, Трампу стоит беспокоиться не о республиканских избирателях. Умеренных избирателей можно оттолкнуть, оказав почетный прием человеку, который активно нападает на США. Предполагаемое приглашение Путина Трампом на саммит ГСМ в следующем году – это не просто возможность для российского диктатора обсудить мировую экономическую политику. Это приглашение позволит ему занять место в первом ряду, чтобы посмотреть, как продвигается его кампания против Америки и ее демократического строя. Он будет наслаждаться роскошным отдыхом на курорте, расположенном неподалеку от окружных учреждений, которые активно атакуют русские. И хотя на Америку неоднократно нападали с помощью традиционных средств и технологий, американские президенты никогда еще не давали серым кардиналам этих атак преимущества в виде возможности понаблюдать за своим черным делом на американской земле. Семерка в следующем году может нарушить это правило. Гену Трампу, возможно, понравится идея примириться с российским диктатором, но другие лидеры ГСМИ, что наиболее важно, колеблющиеся избиратели в Соединенных Штатах наверняка посчитают это неприятным и катастрофическим внешнеполитическим решением. А демократы с радостью воспользуются возможностью показать избирателям, что президент Трамп и его сторонники презирают нерушимость американской демократии. До ралли использования семерки минус 2020 в корыстных целях во Франции господин Трамп завершил семерку, показал рекламный ролик о том, какой замечательный отеле курорта у него есть в Дорале, а потом предложил разместить там следующий саммит. Подобное решение возмутило демократов и даже консервативных республиканцев, в числе прочих Рика Сантрума, Рич Ксантрум. Размещение саммита Г-7, во время которого мировые лидеры, их обширные персоналы сотрудники служб безопасности приедут на курорт, принадлежащий президенту, явно станет средством обогащения Трампу. На самом деле, ранее в 2019 году сообщалось, что за последние несколько лет собственность Дорале Трампа приносила существенно меньше доходов, тенденция, которую мог бы сломить масштабный всемирный саммит, пусть и на время. С тех пор, как господин Трамп вступил в должность, обвинение в коррупции, злоупотреблении служебным положением и других этических нарушениях преследует не только президента, но и сотрудников Белого дома, членов Кабмина, руководителей спецслужб и других лиц. И хотя некоторые из этих нарушений трудно выявить, а подробности весьма туманны, господин Трамп всегда настаивал, что за время его срока активно осушалось политическое болото. Однако по мере приближения президента к перевыборам, которые состоятся в конце лета, начале осени 2020 года, президент, который собирается обогатиться за счет выбора места для семерки, испортит свой имидж в глазах среднестатистического американского избирателя. Еще раз, с точки зрения имиджа и политики размещения ГСМ на курорте Трампа, сомнительный ход, который станет для демократов, атакующих президента, отличным подарком. Каждому республиканцу, баллотирующемуся в палату представителей или сенат, будут задавать вопрос о том, насколько уместно, что президент получает финансовую выгоду от проведения саммита. В агитационной рекламе будет говориться, что президент скорее заливает болото водой, а не осушает его, и если по несчастному стечению обстоятельств Америка пострадает от рецессии, избиратели еще меньше будут сочувствовать действующему президенту. Семерка 2020 года дает президенту то, чего не будет у его оппонента и демократа, круглосуточное освещение его власти и мощи, поскольку он будет вращаться в обществе самых могущественных мировых лидеров. То, что Соединенные Штаты принимают у себя ГСМ за несколько месяцев до президентских выборов, настоящий подарок с точки зрения политики. Однако решения мистера Трампа в отношении места проведения мероприятий и списка гостей могут привести к невообразимому, превратить семерку в лучшие, на что только может рассчитывать кандидат от демократов. Джон Худак, заместитель директора Центра эффективного государственного управления, Чентерфори Афич Тиви Публич Монагемент, старший научный сотрудник программы исследования в области госуправления Брукинского института. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.